Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня я запускаю свой марафон расхламления и хочу этими видео вдохновить также и вас на то, чтобы навести порядок в своем пространстве, очистить его, выкинуть все ненужное. Предлагаю вам присоединиться к моему марафону, потому как делать вместе это, конечно же, веселее и интереснее. Пишите, пожалуйста, внизу в комментариях, если вы со мной, если вы также хотите расхламиться. Расхламляться я буду по системе KonMari. Подробно я о ней рассказывать не буду, потому что в интернете очень много информации о данной системе. Я скорее расскажу о том, что мне в ней понравилось, как буду уже применять ее в своем случае. И первое, как раз о чем хочу сказать, то что данная система предлагает расхламляться по категориям. Вот это вот мне очень близко, потому что выделить сразу целый день или даже два на то, чтобы перебирать все свои вещи я, к сожалению, не могу. А вот так вот категориями день за днем сделать это, мне кажется, намного легче. Сегодня я буду расхламлять только свою одежду. Когда у меня будет свободное время, я переберу детскую одежду, постельное белье и так далее по категориям. Показываю вам свою гардеробную. И если честно, мне очень стыдно это делать, потому что сейчас здесь просто бардак. Все, что не нашло места в остальной части квартиры, складируем здесь. И несмотря на то, что я всегда хотела иметь свою гардеробную, пусть даже небольшую, но гардеробную, сейчас она больше похожа на кладовку, нежели на гардеробную. А я хочу сделать из нее красивую, уютную, организованную именно гардеробную. Я думаю, что в конце моего марафона она приобретет уже какой-то более-менее приятный и красивый вид. Я на это очень надеюсь. Предлагаю вам посмотреть, что из этого получится. Девочки, покажу вам нашу гардеробную до расхламления. Как она выглядит. Здесь вот у нас мы делали красивые такие стеклянные полочки, шкафчики, ящички стеклянные. Но выглядит все очень даже не очень, потому что здесь скапливается куча какого-то мусора. Кладем сюда все, что не попадет. Надо нормально это все организовывать, чтобы тут красиво смотрелось. Вот с этой стороны тоже такая же у нас, такой же ящик, тоже скапливается какая-то ерунда, которая здесь быть не должна. Буду это переорганизовывать. Моя одежда, вот здесь вот ее не так много. Здесь вот детская одежда висит. Буду переносить детскую одежду в шкаф, поскольку он уже готов. И я думаю, что несмотря на то, что у нас в детской еще идет ремонт, там каких-то сильно пыльных работ уже не будет, я думаю, что детскую одежду я перенесу в шкаф детские. Вот здесь вот тоже у меня детские вещи пока лежат, естественно, это временное решение. Всю детскую одежду надо брать в шкаф, просто часть выкинуть. Здесь вот у меня моя домашняя одежда лежит. Вот это все домашняя одежда. Пользуюсь я, ну, наверное, от силы процентами 30-ю всей этой одежды домашней. Остальное я не ношу. Часть одежды просто как какие-то маечки, футболочки, которые перешли мне из моей обычной одежды. Я ее перевела в разряд домашней, но так в итоге вот это все лежит, я не ношу. Здесь вот я вот так наволочкой покрыла. У меня там нижнее белье мое лежит, но я думаю, что вы меня поймете. Я не готова на весь интернет показывать, на весь YouTube показывать свое нижнее белье. Здесь вот все в таком вот неприглядном виде. Практически вот, ну, практически ничего из этого я уже не ношу. Вот так вот, туда вот я убрала, у меня лежат подарки для детишек в детском саду. Ношу от родителей родительского комитета. Вот они у меня хранятся. Достаю, отношу шляпы какие-то. Ну, может, одежду, может, я не буду перебирать, разбирать. В принципе, тут все у него более-менее нормально, и он этим сам занимается, естественно. Если я это буду делать, то, конечно, мы поругаемся. Здесь вот у меня летняя одежда в таком контейнере, но я хочу перенести ее вот сюда. Вот здесь вот у меня две полки. Сделаны специально, они по высоте и по ширине под икеевские скубы. Такие белые есть, там, 19, по-моему, сантиметров они высотой. Но просто пока все никак не дают руки купить. И, честно говоря, денег жалко, они каждый стоят где-то по 600 рублей. Но мне, честно говоря, кажется, что это, конечно, дороговато для мешочка под хранение одежды. Но все равно, конечно, куплю, я это понимаю, потому что ничего другого. Я пока вот по размеру какому-то и по качеству подходящей я не могу найти. Здесь вот у нас брючница, брюки мужа, мои брюки тоже сейчас переберу, выкину часть. Ну, там мои юбки лежат, висят. Здесь вот такая, достаточно удобная, кстати, брючница икеевская. Брюки мужа, получается, в два ряда убираются мои, так вообще в три ряда убираются брюки. Вот сейчас буду перебирать брюки, повыкидываю. В общем, буду перебирать сейчас всю свою одежду, выкину ненужную. Буду вам показывать промежуточные результаты. И, ну, естественно, конечный какой-то свой результат, что из этого всего получится. Буду показывать. Второй момент, который мне очень понравился в системе Кон Мари, это то, что она предлагает посмотреть на вещи немножечко под другим углом. Подумать не только над тем, как часто вы пользуетесь этой вещью, и как хорошо она исполняет свое функциональное предназначение, но и еще обратить внимание на то, какие эмоции она у вас вызывает. И, вы знаете, я подумала, что действительно есть у меня вещи, которыми я вроде бы и пользуюсь, но каждый раз, когда я беру их в руки, у меня возникают какие-то неприятные воспоминания, какие-то негативные эмоции. И я подумала, ну, как бы, действительно, зачем мне эти вещи, если каждый раз у меня портится настроение, когда я ими пользуюсь, или когда я их даже вижу. И, в общем-то, я решила, что надо, наверное, от этих вещей избавляться. Может быть, не сразу, а то всех. В принципе, их не так много, слава богу, но как-то постепенно нужно стараться, наверное, от таких действительно вещей избавляться. И еще хочу вам рассказать, слышала от одного психолога, он говорил, что к нему на прием приходила женщина, которая очень любит туфли. И если ей в магазине очень сильно понравятся какие-то туфли, она может их купить, даже несмотря на то, что они не подходят ей по размеру. Просто само то, что они у нее стоят в шкафу красиво, то есть, по сути, служат декором таким своеобразным, приносят ей положительные эмоции. То есть вот одного этого ей уже достаточно. И этот психолог говорит о том, что это нормально для женщины. А для женщины самое главное — получать положительные эмоции от всего, что она делает. И даже вот в таком случае это, в принципе, неплохо. Я ни в коем случае не призываю вас так делать, и сама я так не делаю. Просто этим примером хочу подчеркнуть важность эмоциональной составляющей от тех вещей, которые нас окружают, тех вещей, которые мы носим, которыми мы пользуемся. Действительно очень важно, чтобы вещи были для людей, а не люди для вещей. И в своей квартире я хочу как раз-таки создать такую атмосферу, чтобы каждая вещь, которая меня окружает, чтобы она меня радовала, чтобы она приносила положительные эмоции, чтобы дома мы могли отдыхать и заряжаться положительной энергией даже от вещей. Ой, как жалко вещь-то выбрасывать! Ладно, эту же пока оставлю, что надо повесить ее, чтобы она висела, иначе я про нее даже не вспомню. Никуда. Все так помялось уже, все это надо переглаживать заново. Сейчас вот отсортирую, и придет еще и гладить все это заново. Смотрите, как помялось, просто вот вроде бы лежала кучка, и надо правильно сложить. Кучка вещей, от которых я хочу избавиться, неумолимо растет. Мало мне, мало уже выросла я из такой одежды. Вширь, к сожалению, вширь. Так, дальше. Ну и наконец-то уже начинаю складывать ту одежду, которая у меня осталась. Складываю по принципу вертикального хранения, как завещала Великая Мария Кондо, или Кондо, поправьте меня, кстати, не знаю, как правильно. Действительно очень удобная система хранения, когда вещи лежат не друг на друге, а вертикально, и доставая одну вещь, получается, вы не трогаете все оставшиеся. Они сохраняют свой порядок. Покажу, что у меня получается на выброс. Вот такая куча. Такую кучу, блин, выбрасывать. Ну, выбрасывать, это я имею в виду, что отдавать что-то на переработку, что-то, может быть, кому-то я отдам. Перебираю те вещи, которые хочу выбросить, и рассортировываю их на две группы. Одна группа вещей еще подлежит ношению, ее можно будет еще кому-то отдать, а вторая пойдет на переработку. Так, ну и вот такие два пакета у меня получились. Вот эти вот вещи я отдам, а вот эти вот отправлю на переработку. То, что уже носить. В общем-то, я думаю, что не будет. Так, показываю промежуточный результат, то, что получается. Напоминаю, что сегодня мы расхламляли только мою одежду. Здесь вот у меня, получается, я убрала детскую одежду. Моя одежда теперь висит более свободно. Раньше она просто даже мялась от того, что все было очень близко друг к другу расположено. Сейчас немножечко нужно будет отгладить некоторую даже одежду. Но зато теперь нет ничего лишнего здесь. Вот эту полку я практически полностью освободила от одежды. Вот отсюда подняла сюда свои сумки. Здесь я буду еще дальше расхламляться. Здесь постельное белье, какое-то старое полотенце. Вот та полка у меня практически пустая. Остались только подарки деткам, детский сад, который тоже скоро, в общем-то, отнесу. Здесь еще буду отдельно расхламляться. Вот это вот ящик, который меня больше всего беспокоило. Здесь мне, в принципе, теперь нравится, как получается. Достаточно лаконично. Здесь какие-то мои свитера. Футболки вот так вот я поставила. Носочки, маечки. В общем, все довольно-таки лаконично. Здесь моя домашняя одежда. Теперь тоже очень свободно. Еще есть место. Можно еще что-то приобрести. Так, ну дальше мое нижнее белье не буду показывать. Потом, значит... А, еще хотела сказать, что вот здесь вот я буду еще организовывать хранение украшений. Купил я уже. Покажу вам. Вот такую вот штуку. Примерял я ее здесь. Если не походит, вполне я докуплю еще. Вот здесь вот еще, наверное, докуплю частичку. И буду организовывать хранение украшений, чтобы вот этот бортек отсюда убрать. Потому что, конечно, шум у вас. Простаем сюда все, что... Не знаем, куда положить просто. Вот и все. Так. Дальше. Дальше у меня брюки. Остались у меня только вот, ну, по сути, вот эти одни джинсы. Вот это вот брюки, а не джинсы. Вот эти вот джинсы Tommy Hilfiger буду подгибать. Ну, вот здесь несколько юбок. В общем-то, леггинсы, спортивные штаны я сюда повесила. Все ли они были, точнее говоря, лежали в другом месте. Вот, и вот это вот часть мужа. Все мои штаны, по крайней мере, теперь здесь убрались. Уже становится посвободнее, уже становится получше. Но еще, конечно, работы очень много. Буду приобретать, как говорила, уже вот сюда с кубы. Ну и дальше предлагаю вам посмотреть мое расхламление. Буду расхламлять детскую одежду и постельное белье. Ну и, в общем-то, все остальное по списку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Буду ждать вас в своих новых видео.